Около 150 северодвинцев минувшую субботу провели в Приморском парке. Холодная погода не испугала участников традиционного акадесанта. Вместе мы можем многое. Согреваться им помогали грабли и лопаты. Напротив бульвара строителей пять сажали деревья и убирали прошлогоднюю листву. Даже семьями. Александр Петровский присоединился к акции. Семья Сумароковых пришла не только помочь в уборке территории, но и навестить дерево своей семьи. В Приморском парке много именных деревьев. Но у лиственницы Сумароковых особая история. В день рождения Веры, то есть три года назад, именно в ее день рождения мы посадили наше дерево. Может быть поэтому давно так у нас хорошо и растет. Вместе Надежда и ее две дочери Алена и Вера прибрали листья и полили свое деревце. Некоторым семьям пришлось менять баннеры рядом со своими деревьями, а кому-то даже садить заново. В это время другие участники акадесанта под музыку разбрасывали снег, убирали старую траву и листву, ухаживали за молодой дубовой рощицей. Среди участников акадесанта есть и новички. Первый раз мы союз пограничников Северодвинска. У нас общественная организация. Вот сегодня пришли поддержать. То есть прибраться, как говорится, если не мы, кто будет еще этим заниматься. Я теперь работаю за тех участников, которые не пришли, не могут, и за тех тружеников тыла, которые не могут то же самое прийти. Желание-то есть, а возможности нет. Массовые акции по уборке и озеленению проводятся дважды в год. Их организатор – Центр семейного творчества «Я Самость». Так что сегодня нас действительно много. Мы очень рады, что к нам присоединяются. Мы рады, что люди, которые вот с нами вместе наведут порядок, посадят, обновят, они ломать не будут. А это в основном взрослые со своими детскими коллективами. Это означает, что молодое поколение ломать не будет. Молодое поколение будет любить и благоустраивать наш город. Участники эко-десанта вывезли больше 60 мешков мусора, посадили 15 кедров и 5 лиственниц. Починили 11 баннеров у деревьев семьи. Следующая экологическая акция пройдет осенью. Александр Петровский, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинск.